Сразу 40 ректоров со всего Поволжья собрались вместе в Нижнем Новгороде на расширенное заседание совета. Такое количество руководителей вузов вместе увидишь нечасто. Но на этот раз они встретились, чтобы обсудить важные вопросы, в числе которых создание ассоциаций международного сотрудничества университетов Приволжского федерального округа, а также образование ассоциаций вузов ПФО и провинций Китая, расположенных в верхнем и среднем течении реки Янзы. У нас есть чему поучиться у китайской стороны в образовательной сфере. У китайцев большой интерес, естественно, к образовательной сфере именно Российской Федерации. Ну а вузы Приволжского федерального округа – это значительная и авангардная часть в целом вузов Российской Федерации. Принимать столь большую делегацию руководителей высших учебных заведений выпала честь Нижегородскому техническому университету имени Алексеева. И это не случайно, ведь именно он является основоположником в сотрудничестве с институтами Китайской Народной Республики. А его ректор знаком с китайским образованием не понаслышке. Нижегородский государственный технический университет имеет большой опыт работы, сотрудничества именно с китайскими партнерами. Это вот НГТУ, у нас заключено соглашение с шестью университетами Китая. Я сам вообще читал лекции с 2000 по 2005 год в университете Циньхуа в Пекине. Значит, наши партнеры как раз из тех провинций, значит, Янзы, да, среднего и верхнего течения Янзы, это несут ядерные энергии Китая. Ассоциация вузов Привожского федерального округа в будущем должна стать составной частью общей ассоциации между Россией и Китаем в формате Волга-Янзы.